Не пробуйте разделить хирурга и епископа. Образ, разделенный надвое, неизбежно окажется ложным. Так отмечал в одном из своих писем святитель и исповедник Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский. Выдающийся хирург и архипастырь – пример стояния человека в духовно-нравственном совершенстве, независимо от внешних обстоятельств, и уникальная личность, неизмеримо много совершившая на благо мировой науки и Святой Матери Церкви. Духовный подвиг преобразил биографию профессора медицины в житие великого угодника Божия. Дивный светоч православной Тавриды, святитель и исповедник Лука, особо почитаем в Крыму, где начался и завершился его земной путь. Я вспоминаю свое детство, 70-80-е годы. Мы ходили на могилу к святителю Луке и, молясь о нем, говорили такие слова «Господи, его же молитвами помилуй нас». То есть почитание в Крыму, оно было всегда, не только в Крыму, а те чудеса, которые происходили на его могиле, они свидетельствовали о его святости. Вы знаете, я сталкивался многожды, когда, приходя на могилу, просил у святителя помощи, или же в поступление в ВУЗ, или же здоровье, или же здоровье своим родителям. И многие крымчане, многие люди, которые приезжали на могилу, они просили то, что необходимо, потребно им во временной жизни. И святитель исполнял. В Севастополе во имя святителя и исповедника Луки освящены сразу два храма – при Центральной городской больнице и вдали от города, в поселке Сахарная Головка. Несмотря на то, что путь к храму не для всех близкий, прихожан здесь много. Есть и местные жители, и севастопольцы. Ходят все. Но храм ведь принадлежит не только нашему поселу, он принадлежит всей Украине. Нас знают, едут, любят и приезжают. В день престольного праздника божественную литургию в храме святителя Луки Крымского совершил благощинный Севастопольского округа протерей Сергий Халюта. По окончании богослужения состоялась торжественная передача храму образа архистратига Божия Михаила, списка с чудотворной иконы, хранящейся на святой горе Афон, дар общине храма святителя Луки от благотворителя. Хотел пожелать всем, чтобы молитвами святителя Луки Господь даровал всем просимое, телам здравия, душам спасения. Этот образ, а также еще 10 других списков с чудотворных икон, хранящихся на Афоне в дар севастопольским храмом, результат паломнической поездки православного мецената. Когда мы были на Афоне, я был в делегации святшего патриарха, нами было посещено много монастырей нашей паломнической поездки. В каждом из них патриарх осуществлял вместе с нами молитву за Святую Русь, за те страны, которые находятся на канонической территории Русской Православной Церкви, и в том числе за Украину, за народ благочестивый украинский, за власти украинские, чтобы люди жили в благочестии, в чистоте. И при посещении Святой горы мы решили приобрести там несколько икон, было произведено 11 икон. Благотворитель планирует и дальше помогать общине, в том числе в непростом для жителей села вопросе строительства нового здания храма. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочения. Поистину воскресенье!